Виталий Лазаревич Гинсбург родился в 1916 году в Москве. В 1938 он стал выпускником физического факультета Московского государственного университета. В столицу Татарстана будущий лауреат Нобелевской премии по физике эвакуировался в военные годы. С конца июля 1941 года Гинсбург работал на физмате Казанского университета. Позднее здесь защитил докторскую диссертацию, посвященную теории элементарных частиц. Так, в свои 26 лет он стал самым молодым доктором наук. В стенах Казанского государственного университета Гинсбург начал исследовать сверхпроводимость. Впоследствии его труды получили высочайшую мировую оценку. Но во время пребывания в Казани ученый посвятил себя не только науке, но и побывал на трудовом фронте. Например, зимой он вместе с молодыми физиками рыл окопы и работал на строительстве оборонных сооружений. Гинсбург вернулся в Москву еще до окончания Великой Отечественной войны. Казанские улицы ученый увидел вновь лишь почти через 40 лет. В столицу Татарстана он прибыл в 1983 году, чтобы принять участие в первых заводских чтениях Казанском университете. А в 2009 году ученому присвоили звание почетного доктора вуза. Виталий Гинсбург скончался в 2009 году после продолжительной болезни. Всего он стал автором порядка 400 научных статей и 10 монографий. Ученый работал над созданием термоядерного оружия, разработал квантовую теорию эффекта Вавилова-Черенкова и теорию Черенковского излучения в кристаллах. А в 2003 году был удостоен Нобелевской премии по физике за вклад в теории сверхпроводников и сверхтекущих жидкостей.